В преддверии Международного женского дня губернатор Игорь Руденя вручил жительницам региона государственные и региональные награды. Прекрасных представительниц Верхней Волжи чествовали в областном театре драмы. Тем продолжит Наталья Чекет. В зале собрались представительницы разных сфер. Каждая из них – пример преданности своей профессии. Губернатор Игорь Руденя отметил, что своими делами жительницы Верхней Волжи ведут Тверскую область к развитию, несмотря на любые трудности. Государственные награды будут вручены ярким талантливым женщинам, многодетным мамам, врачам, медсестрам, педагогам, инженерам, сотрудникам правоохранительных органов. Ваш труд на благо Верхней Волжи и нашей всей страны достойен самого высокого признания. Мы особенно понимаем это сегодня, когда воины России защищают все, что так дорого и близко нашему сердцу. Высокую награду Орден второй степени за заслуги перед Отечеством получила глава администрации Зато Озерный с 1996 года по 2020 год Валентина Махринская. Во время своей работы на этой должности она особое внимание уделяла патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 2007 году инициировала открытие кадетских классов в общеобразовательных учреждениях. Около 500 учащихся получили свидетельство об их окончании. Это награда работа большого коллектива и педагогов, работа и командующих нашей 7-й ракетной дивизии, это работа воспитателей, педагогов. То есть здесь даже не перечислить всех, кто принимал участие в этом большом и значимом, и нужном, как оказалось на сегодняшний день, проекте. Почетной наградой знака Тверской области «Слава матери» была удостоена Анастасия Соколова, мать пятерёх детей из Кисовогорского муниципального округа. Рада, что в нашей стране, в нашей области помнят о матерях, которые оказывают такой нелёгкий труд при воспитании детей. За добросовестную и безупречную службу памятным знаком губернатора Тверской области награждена Светлана Крылова. Очень приятно получить такую награду. Очень приятно, что наш труд оценили. Мы впредь будем прикладывать максимум усилий для обеспечения возложенных на нас задач, а наши достижения приумножать. В числе тех, кто удостоен наград, также представительница медицинской сферы образования промышленности. Кроме того, Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации юным жительницам Верхневолжья из Твери и Лихославльского муниципального округа, Калязинского и Кувшиновского районов.